В эфире канала ННТ Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня расскажем вам я и мои коллеги. Золотые правила нравственности. Итоги республиканского конкурса подвели муфтияте республики. Подробности через минуту. Протянем руку помощи. Наш телеканал совместно с фондом «Инсан» продолжают еженедельную рубрику о тяжело больных детях. Спорт против наркотиков. Под таким девизом в Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к столетию общества «Динамо». Деньги, залитые в бетон. Телеканал ННТ подготовил специальный репортаж о проблемах обманутых дольщиков. Полную версию смотрите сразу после выпуска новостей. Капитальный ремонт дороги республиканского значения Махачкала, Буйнакс, Клеваши, Верхний Гуниб будет продолжен в этом году. В 2022-м эксплуатацию было введено 4 километра пути. Теперь же планируют отремонтировать и оставшиеся 7. С учетом интенсивности движения специалисты решили расширить проезжую часть на данном участке до 4 полос. Ежедневно на объекте задействовано более 60 единиц спецтехники и более 90 специалистов. Завершение работ запланировано на октябрь текущего года. Первую часть гуманитарного груза, направленного благотворительным фондом «Инсан», доставили в город Латакия Сирийской Арабской Республики. На стадионе «Басль» представители фонда раздали продукты, медикаменты, одежду и средства гигиены семьям, пострадавшим при землетрясении. Далее делегация фонда вместе с гуманитарным грузом направится в провинцию Хама, где передаст все необходимое детскому реабилитационному центру для детей-инвалидов, а также посетит временный центр размещения семей, оставшихся без жилья. Напомним, транспортировка гуманитарной помощи стала возможной благодаря главе республики Сергею Меликову. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с победителями и призерами республиканского конкурса «Золотые правила нравственности». На встрече также присутствовали руководители ведущих учебных заведений региона. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Муфти Дагестана начал свое выступление с истории создания конкурса «Золотые правила нравственности». Решение возникло после кощунственной акции во Франции, когда противники ислама осмелились задеть имя пророка Мухаммада, мир ему и благословения, оскорбив тем самым чувства миллионов мусульман. Некоторые люди митинговали, собирались тысячи, сотни тысяч людей, и возмущались в Дагестане, почему в Дагестане не делают, что им безразлично, что ли. Я говорю, нет, мы митингами вопрос не решим. «С того года мы начали провести конкурс по лучшему знанию, жизненописанию пророка Аллахи Сулат Ассона. Мы по этому пути пойдем, мы вот такое решение сделали, наши алинии. Митингами мы вот этот путь не выбрали. И вот то, что сегодня мы видим, я думаю, мы не ошиблись». На этот раз в конкурсе приняло участие более 30 тысяч человек. Это школьники, студенты СУЗов и ВУЗов. В работу с молодежью были задействованы сотни преподавателей и воспитателей. Цель – улучшить нравонаселение. И речь не идёт об исламизации общества. «Есть такое изречение «ал-инсану адуву маджахиляву» – человек является врагом того, что не знает. Вот сейчас все люди поняли, что ислам приносит только пользу. Никому ничто не навязывает. Вместе с этим некоторые люди, чиновники имеются в виду, боятся исламизации общества. Исламизация общества сам священник не сделал. Сам священник не создал людей двух категорий – мусульман и мусульман. Он же смог создать всех, сотворить мусульманами. Не сделал он этого. Пророк, Аллахи Салату Ассалам, исламизацию общество не сделал. Он сказал уважение друг к другу, как наш директор сказал, любить друг друга. А если Всевышний не делал, мы как можем исламизировать общество? Мы создадим условия, кто хочет исповедовать. Мы покажем пример, но бояться исламизации не нужно. Почему? Еще раз и возвращаюсь, потому что Всевышний не делал исламизацию общества. На встрече присутствовали победители и призеры конкурса «Золотые правила нарастенности», а также руководители учебных заведений республики. Они отметили огромную пользу для населения в проведении данного мероприятия. То, что Муфтият проводит такие мероприятия, конечно же, послушает тому, что у нас, в нашем Дагестане, с воспитанием все будет лучше, и нравственность возрастет в нашем Дагестане. А это очень важно, потому что без таких основополагающих черт, без таких основополагающих понятий мы не сможем двигаться вперед. Мы, безусловно, и дальше будем и поддерживать и это мероприятие, и аналогичные такие мероприятия, которые будут проводиться у нас в республике. Вот мы все объединяемся вокруг, опять же, этих бесценных ценностей, как нравственность. И это нравственность, пусть всегда будет основой нашей и жизнедеятельности, и нашей учебы, и всех законов, которые принимает государство. По итогам республиканского конкурса лучшими среди вузов и СУЗов стали студенты Дагестанского государственного университета, а среди школьников – юных коллектив в села Муни Ботлегского района. Нрав, как говорится, номер один, образование это юторичное. Без нрава, конечно, человек занимается, не полностью будет человеком. Мы в истинном смысле этого слова. Тем более, если говорить о мусульмане, я вообще даже нет слов. Конкурс оставил после себя много полезных знаний, которые мы приобрели. Это знания, которые помогут нам в отношении к окружающим людям, которые будут навсегда и которые будут нам помогать в большинстве. Встреча завершилась вручением памятных подарков от Муфтия Республики. Конкурс «Золотые» и «Правила нравственности» будет продолжен и в этом году, но уже с еще большим количеством участников. В Махачкале начали обрезку деревьев. Подготовка к весне началась с улицы Олега Кашевого. Здесь работают три бригады специалистов. Работа по омоложению деревьев направлена на обеспечение безопасности в городе и проводится ежегодно. Напомним, ранее в столице республики наблюдались случаи падения старых деревьев, которые портили имущество горожан. На данном адресе работает одна бригада по вырубке, и после нас приедет одна бригада по вывозу. Хотел бы обратиться к автовладельцам города, чтобы, если видят, что работает спецтехника, выходили, убирали свои автомобили. Почему? Потому что много времени уходит на то, чтобы найти хозяев автомобиля. Либо оставляли свои номера, чтобы мы могли созваниваться. В Техническом университете открыли мемориальную доску заслуженному деятелю науки Республики Дагестан, доктору наук, профессору, основателю и заведующему кафедрой архитектуры ДГТУ Абакару Джансулаевичу Абакарову. Член-корреспондент Международной инженерной академии, он был бессменным лидером Дагестанской научной школы по сейсмологическому строительству. Абакаров ушел из жизни в 2021 году в возрасте 71 года, до последнего преподавая в УЗИ и занимаясь научной деятельностью, оставив после себя широкое научное и творческое наследие. Почтить память известного ученого собрались представители научного и профессионального сообщества сферы строительства, в том числе гости из Чечни, Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, родственники, друзья и коллеги. Он создал прекрасную кафедру и более 15 лет эта кафедра функционирует. Он был истоком создания этой кафедры и, соответственно, показал себя только с хорошей стороны. Мы выпускаем хороших подготовленных специалистов и только для Республики Дагестан, и для региона Северокавказского Южного Федерального округа. Многие ребята и гостиники этой кафедры работают еще в центральном регионе России. Это все было создано под руководством Абакарджан Сулаевича. Конечно, для университета, для Республики, для научного сообщества это большая потеря. То, что случилось в прошлом году, мы потеряли известного ученого, великого ученого области сейсмостойкого строительства. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают еженедельную рубрику о тяжелобольных детях. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно будет перечистить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы увидите на ваших экранах, или через мобильное приложение фонда. В прошлый раз мы помогли 8-летнему Абдурахману с задержкой развития речи собрать более 200 тысяч рублей на курс лечения специализированной клиники. Сегодня в нашей с вами помощи нуждается 14-летний Карим. Подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Резкая смена настроения и эмоций. Кариму больно. Он плачет. Мальчик не может самостоятельно передвигаться, плохо видит и не говорит. Мама более 12 лет водит его по клиникам. Правильнее будет сказать, носит по клиникам на руках. Рассказывает, что был здоров до двух лет, но в один день жизнь неожиданно разделилась на до и после. Он у меня был здоровый ребенок. Ходил, разговаривал, годы 80, все дети предложения делают. Мальчик делал предложения. Развивался очень хорошо. Единственное, что у него было легкое вот это черепное давление. Мы вроде на это тоже лечение делали. Ну, не знаю, вот заболел ребенок, вот один день просто не встал. Он начал сваливаться. Ноги не держат у него. У нас была, правда, истерика на это все. Мы не понимали, что с ним, как. Мы ездили и в Москву, и в Санкт-Петербург, везде, каких только в центрах мы не были. Научно-исследовательские центры, и ЦЗД в Москве мы были. Мальчику необходимы регулярные посещения невролога, акватерапия, сеансы массажа и лечебная физкультура. Чутка ножку, хорошо? Всего лишь прошение. Предварительный диагноз ДЦП. Однако, по словам специалистов, есть и другие сопутствующие проблемы. Требующие медицинского вмешательства. Основной диагноз, по которому он идет, это спастика, спастический тетропорез. Но еще требуется уточнение диагноза, потому что беспокоят еще сопутствующие заболевания, сопутствующие синдромы, как судорожные синдромы, тики моторные. Еще идут заболевания глаз, нарушения во внутренних органах, проблемы со щитовидкой. И все это, конечно, требует наблюдения и постоянного лечения. Много сопутствующих заболеваний. И для верификации более точной диагноза, ему, конечно, рекомендована консультация генетика и генетический анализ. Что для родителей пока немного сложновато в финансовом плане. Давай, старайся. Правую. Правую берешь. А левую? Молодец. Молодец. Теперь отдай. Ага. Отлично. Своевременное лечение дает положительные результаты. Однако денег у матери-одиночки на регулярную реабилитацию не хватает. Только один курс обходится в 216 800 рублей. Многие процедуры Мадина оплачивает сама, но тогда средств на существование практически не остается. Я на сегодняшний день одна. Да, конечно, есть поддержка от мамы. Ну, от больной, так же мама, которая своей здоровьей не может заняться, так как переживает за внука. И все идет на внука. Я не работаю. Мы с мужем разошлись. У него другая семья. Ну, не до этого ребенка. Не для, ну, не до больного ребенка ему. Я не работаю. Только инвалидные способия вот получаем и все. А на этом мы не можем такую сумму собрать, когда нужно часто реабилитации. Если мы как оставляем, откат идет. Я не хочу на этом останавливаться. Я, естественно, хочу, пока у меня есть сил, пока я могу сама его тянуть, да, поднимать. Вот мне сегодняшний день очень тяжело. Уже он вырос. Он нелегкий. Я хочу хотя бы, он с поддержкой. Я уже даже не рассчитываю, что самостоятельно. Но я хочу, чтобы самообслуживание мой ребенок сам себе смог сделать. Сегодня Кариму нелегко. Впереди долгая дорога на пути к выздоровлению. Все это требует преодоления боли, терпения и немалых денег. Но благодаря нашей с вами поддержке этот мальчик может почувствовать себя значительно лучше. Пожертвуйте любую посильную сумму по реквизитам, указанным на вашем экране. Протянем руку помощи. И помните, завтра, может быть, уже слишком поздно. Лориана Шамхалаева, Саид Шагидов. Новости ННТ. Махачкала. Спорт против наркотиков. Под таким девизом в Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к столетию общества «Динамо». Спорт за победу вступили команды из разных уголков Дагестана, которые выявили сильнейших в пяти юношеских возрастных категориях от 9 до 14 лет. По итогам турнира золотые медали и кубки достались футболистам Маркаровской спортшколы, а также командам «Динамо ВТБ» и «Динамо Махачкала». Организаторы также отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. На закрытие к участникам обратились олимпийские чемпионы, представители федерации футбола и другие гости. «Было очень интересно. Игры были хорошие. Больше не финал, а вторая игра. С командой «Ахвах» мы моменты не реализовывались. Чуть-чуть не получалось. Сложно было. Очень рад, что получил. Постараюсь в следующий раз еще получать и стремиться к наградам». На этом я с вами прощаюсь. Следите за новостями также на нашем тематическом телеграм-канале. Всего доброго и до новых встреч. Ну а прямо сейчас смотрите в рубрике «Специальный корреспондент. Журналистское расследование» по темат Фанаповой об обманутых пайщиках. Продолжение следует...